приветствую вас дорогие друзья еще раз всех с праздником рождества в тбилиси скоро будет 9 часов вечера поэтому самое время выезжать в город это был по делам сейчас выехал решил поехать в сторону из поинта какие-то мелочи нужны домино не знаю успею доехать успею присмотреть не успею но все равно не страшно можно просто прогуляться вообще-то панику подняли синоптики и все вот мои вот похолодания глобальная в тбилиси будет мороз все смотрят на этот термометр на этот прогноз погоды в интернете вот сейчас сижу в машине смотрю на свой градус 7 градусов замечательно все совсем не холодно даже теплая куртка не нужно я думаю вообще я не люблю когда жарко вокруг но тем не менее чувствуется какой-то холодок в воздухе например в горной отжали в горах отжали пошел снег сегодня присылали видео из боржоми там тоже что-то вот пытается бакурьяне бакурьяне ждут снега вот мои знакомые поехали близкие поехали собирались кататься на лыжах меня тоже звали собой я говорю товарищи там пока еще просто красивая осень не было снега но вот наверное сейчас пойдет кстати вот смотрите в прошлом году на рождество мы тоже делали репортаж о первом снеге горах отжали там тоже тогда засыпало занесло ну и что вы думаете прошло вот ровно будет прошел то же самое то есть календарь погодный он самый верт природный календарь он очень четкий и очень правильный и очень точный потому что если погода дает сбой иногда какие-то аномалии проявляются да но это уже считается из ряда вон выходящий случай а так все вот так циклично календарно метро еще естественно работает сегодня допоздна а вчера она работала вернее допоздна до трех часов ночи работала потому что те кто были в церквях на службах должны были попасть домой как-то работал общество транспорт метро маршрутные такси то есть микроавтобусы наши автобусы увидеть сейчас тоже все это прекрасно работает сейчас вот я еду в сторону из поинта торгового центра не через кахетинская шоссе вот проеду я через нафт лук кстати сегодня мне вот зрительница тоже писала наша что вот я говорит не живут вы часто отбываете в нашем районе это мой тоже район а я сам савлабара поэтому от леса не сам горит и мой родной район вообще тут город наш родной до товарищи тверь учился я на плехановская 37 школе в университете учился высотном корпусе там за бортало работаю на телевидении тоже в саббурталу офисы наши были наделись и на кустово так что и наруставили что не могу сказать что там что-то не то ну какие-то районы естественно знаем мы лучше какие-то знаем хуже но благодаря нашим экскурсиям телевизионным естественно это мне тоже очень помогает потому что мы были районы которые я вот никогда даже не забредал не приходилось не по съемочным делам не по личным делам не по общественным делам а вот сейчас раз мы вот так вот катаемся то это для меня тоже большая польза да и вот написала мне одна наша зрительница отметила она что ну ей нравились нравятся наши видео но вот говорит машины старинные раритеты уже все знают это мою тягу к раритетам и прислал мне фотографии замечательные старых машин там волга у нее была победа кажется москвичок москвичок был 600 этот завод 607 до 800 забыл уже 407 извиняюсь не дай бог я ошибусь потом же наши статаки меня убьют это нужно больше лучше знать эти все номера все коды автомобилей нужно знать четче чем свой личный номер ошибешься потом убьют вот сейчас появилась новая серия для коллекционеров поездов наши поезда называется то естественно я уже выписал получил первые два номера там электровоз но он в стиле того что выпускает наш выпускала наш тест филистский электровозно-строительный завод сейчас правда он к сожалению уже ничего не выпускает и вот было очень приятно вот видите этот зеленый вот этот электровоз он очень так четко сделаны похож на настоящий прямо один в один там настоящие моделисты моделисты которые занимаются именно железной дорогой они вот даже вот сделали такой анализ пропорций этой модели и там все нормально то есть нет никаких смещений геометрии этой модели и второе тоже тепловоз маневренный до маневренный 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 тепловоз чм 3 тоже и для бога ошибусь ходом убьют и вот стали многие мне тоже вот писать про эти поезда что как красиво как хорошо его даже мои знакомые да которые раньше никогда никакого отношения к этому коллекционеру и к моделизму не имели они тоже стали этим интересоваться не только мужики мои девушки представляете вот наш режиссер новостей первого канала грузинского телевидения с которым мы вместе работали детстве глубоком сейчас ее муж технический директор телекомпании и медиа тогда тоже когда они поженились вот это был тоже совсем маленький а он и работал он у нас центральной аппаратной то есть когда вот выходили в эфир я вел эту программу не но она у нас сидела за режиссерским пультом ну а муж и обеспечивал прохождение этого сигнала до телевизионной выучки вот если так схематично все это объяснить так что был у нас такой дружеский подряд вот сейчас они тоже стали интересоваться моделированием естественным я со всеми коллегами на связи мы дружим общаемся на первом канале грузинского телевидения тот период когда я работал 10 лет это было с 94 по 2004 год был прекрасный коллектив это вообще вы знаете была сказка такая вот мы до сих пор общаемся вы часто вот в моих видео вот видите вот даже вот эти вот последние ролики вот элен бедвилда которая у нас сделала кулинарный обзор она сделала нам британского пудинга она же на самом деле у нас татья николе и швили это видео тоже сделаю моя подруга тоже с периода работы на первом канале грузинского телевидения с периода работы в информационной программе муамбэ ну потом она уже перешла в другую редакцию потом она работала в различных международных миссиях сейчас она журналист агентства блумберг международного на супруг у нее британец вот сейчас дети тоже там учатся работают в лондоне учатся тоже на режиссер на режиссерской режиссерской линии за 5 10 автобусов как-то лезут вот так я даже боюсь эти автобусы где 1 2 3 3 сразу вот едут кошмар монстры монстры нашей планеты но такие маны кстати вот такие коллекции такие коллекционные автобусы у меня есть гармошка вот одинарного нет ну вот иностранцы они выпускают ну 143 они тоже выпускают в принципе 1 к 43 масштаб а еще выпускают 1 к 50 разным масштабом совершенно то есть не догма для них 143 вот этот наш на штаб котором вот выходят модели советского автопрома веселый транспорт хотя 143 1 к 41 41 43 1 43 роз иногда это получается не очень пропорционально например мы-то помним до живые пропорции между скажем троллейбусом и грузовиком камаз да а вот и сейчас поставить модели рядом она одна по отдельности они сами по себе это нормальные вот вместе иногда они не очень смотрятся не знаю почему это только у меня такое мнение но тем не менее это по моему вот так не всегда не например сейчас пришел мне пришла мне модель этого как его зовут наши колхиды кутаистского автозавода такая легкая такая маленькая но написано 143 хотя у меня есть аналогичная тоже модель другого производителя нам другой масштаб мы ехали на кархетинское шоссе я уже совсем далеко вас увел в мир коллекционирование сейчас какие-то наши не очень благословно настроенные зрители напишут вы вообще что непонятно а сейчас скажу я вам вчера тоже читаю там какой-то комментарий женщина не знаю такая злая злая вообще передача ни о чем не интересно сколько мне в день попадается видео да ну я во первых когда выкладываю да потом я просматриваю когда я работаю что-то делаю лишь попадается море этого видео там просто так я не сижу не смотрю без надобности да потому что я сам этим занимаюсь а это создаю так сказать а старайтесь тебе бы на каждое видео писал вот что мне это не интересно мне это интересно наоборот иногда хочется написать комментарий если что-то правда заинтересовало и что-то вызывает позитивные какие-то вот эмоции правильно вот например на днях вот не на дня вчера мне встретился даже вот ролик про именно обзор вот этой железной дороги новых этих моделей железнодорожных и очень грамотно все это было сделано такой приятный автор был компетентный грамотный все это очень четко не на каком-то примитивном языке а вот так и не на каком-то очень заумном языке приятно он очень все это объяснял очень доступно естественно написал большое спасибо за такой интересный обзор успехов вам в работе в вашем работе вашего канала и так далее и тому подобное естественно вскоре мне ответил этот человек большое спасибо за такой приятный комментарий вот когда такое это да но если не понравилось то не понравилось но иди дальше а что когда ты в магазин заходишь там тебе все нравится вот как раз по левую сторону уже торговый центр что тебе все нравится да и обязательно все это писать что это не хорошо это нету а ты вот что создаешь сам или сама или само что вы что-то кто-то есть да что то есть что ты создаешь да зачем ты это пишешь что ты из себя представляешь что ты за такой строгий судья компетентный чтоб ты бы там от гадости везде бы вот гадил испражнялся ничего же не представляешь просто это интернет дает тебе такую возможность оставаться неизвестным прятаться за этой своей не существующую зачастую пустую давай пустой аватарка и гадости писать в общем дорогие друзья но впереди у нас остался только старый новый год бедоба но это уже не выходные день день судьбы по старого стилю вот машине с этим то что мне стало что воздуха уже не хватает час выйду на воздух немножечко вот что-то не туда поехал кажется вообще не туда поехал вот болван а сейчас будет у нас дубль номер два да нужно будет как-то сейчас проехать вы представляете должен был заехать я вниз и не заехал не получилось у меня сейчас как-то мы пытаемся попасть еще раз в подземелья помните был такой рассказ дети подземелья сейчас мы даже попадем бывает такое что иногда засматриваешься туда смотришь вообще не туда смотришь вот по-моему сейчас мы попадем на ту орбиту на которые должны были попасть а здесь понимает здесь тоже нет никаких указателей вообще все это так мутанно сделано не видно куда ты едешь непонятно хотя миллион раз вот и сейчас нужно завернуть чтобы попасть куда нам нужно было попасть вот сейчас вот правильно мы завернули и никуда не попали а сейчас куда мы попадаем маму ты моя родная помогите мне давай вот так вот заедем а здесь нельзя заезжать прямо заколдованный крок кошмар езжай езжай ты не поеду такого не проедет болван какой-то ужас нет самое интересное потом эти наши зрители когда такие ситуации за рулем комментируют ой вы неправильно проехали там согласно такой-то статье это из-за каких-то административных этих лиц это нарушение 17-54 все мудрые прямо может хочется сказать там что-то происходило там какая-то дама за рулем ели ели ехала там измучила там она меня потом я ее обогнал ну вижу какая-то женщина сид раздельный дом но и ты знаешь там она должна была еще там вот так вот там это из-за этого на или проехала здесь полно этих мебельных магазинов один хуже другого честно говоря один страшнее другого все такое дорогущий сегодня какой-то сайт я значит видел попался мне случайно реклама была сайт скидка на одежду там у нас там за 100 лари 200 лари то я а вот сколько же стоит это одежда что вот на интернет сайте грузинском что там скидка 100 лари 200 смотрю какой-то несчастный там был блузон какой-то вязаный так он стоит 990 лари что это должно быть такое чтобы это стоило бы 990 очень интересно что за такая дикая себестоимость у всего этого ну вот мы приехали сейчас я вот хочу вот так вот заехать ну карфур здесь вроде бы работает до половины 11 а вот эти магазины торгового центра работают до 10 часов сейчас у нас посмотрим который час машине правильное время но 2104 вот 14 ну вот сейчас видео у меня на грузинском языке было еще понимать что она говорит ну дорогие друзья я обязательно сделаю версию на русском языке тоже я всегда делаю версию русскоязычную для тех видео которые на грузинском языке потому что я всегда учитываю что у нас зритель интернациональным международной и аудитория очень большая богатая и обширная вот здесь наше видео это завершается сейчас мы посмотрим что будет происходить дальше спасибо за внимание и до встречи